Всем привет, я Екатерина Шумила и вы смотрите блог на Политека Ньюс по Шумим. Под эпохой побед Владимира Зеленского 25 октября можно подводить жирную красную линию. Согласно результатам экзитпола, ни один кандидат от партии президента «Слуга народа» пока не выигрывает мэрские выборы в одном областном центре. В Киеве партия «Слуга народа» может занять третью позицию после удара и европейской солидарности. Кандидат «Слуг народа» в мэры столицы имеет все шансы не пройти во второй тур. Хотя еще год назад эта же партия сметала всех на своем пути и впервые в истории Украины смогла сформировать монобольшинство в парламенте. Само по себе для президента Зеленского это не должно было стать катастрофическим сходом, но результаты местных выборов могут открывать новый театр военных действий между президентом и местными элитами, которые существенно укрепляют свои позиции в регионах. Именно так может произойти в Киеве. Давайте разберем предварительный исход этих местных выборов. Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что действующим мэром крупнейших городов остаются старые лица. Безоговорочный фаворит столичной гонки действующий мэр Виталий Кличко и единственная интрига мэрских выборов в Киеве заключается в том, выиграет ли Кличко в первом туре или во втором. За день до голосования Кличко сообщил, что подхватил коронавирус. Все его окружение с ним контактировало в последние дни. Поэтому в день выборов штаб Кличко работал исключительно в режиме онлайн, а мэр сидел дома на самоизоляции. По данным экзитпола, во второй тур вместе с Кличко может выйти Александр Попов от оппозиционной платформы «За жизнь» с 8,6%. Попов рассчитывает, что во втором туре на участки придет больше его электората, а Кличко предварительно согласился на дебаты с ним. Согласно сразу нескольким экзитполам, в Харькове победу на выборах городского главы безоговорочно получает действующий мэр Геннадий Кернес. Кернес набирает более 57% голосов, тогда как его ближайший конкурент, представитель оппозиционной платформы «За жизнь» Александр Фельдман – 12%. На выборах в Харьковский городской совет также лидирует блок Кернеса «Успешный Харьков», набирая 39,52 голосов. Первый заместитель мэра Игорь Терехов сообщил о состоянии Геннадия Кернеса. Напомню, что вокруг темы его здоровья последние недели ходило очень много слухов. И по словам Терехова, состояние Кернеса стабильное, и о результатах выборов ему уже сообщили. Команда очень просила сделать фото городского головы, но в клинике соблюдают свои меры безопасности. И нарушать их ввиду мирового резонанса разрешили только одному человеку – Алексею Навальному, который выложил фото из Шарите. На выборах мэра Одессы больше всего голосов набрал действующий глава города Геннадий Труханов, который представляет политическую силу, доверяя делам, которые проходит в горсовет с процентом 34,4% голосов. На втором месте с более чем 17% кандидат от оппозиционной платформы «За жизнь» Николай Скорик. Эти два кандидата могут попасть во второй тур. Действующий мэр Днепра и лидер избирательной гонки за эту должность Борис Филатов, который предварительно набирает больше всего голосов, более 44%, обратился к центральной власти и монобольшинству с просьбой начать слушать местное самоуправление и не нарушать их права. На выборах в городской совет Днепра побеждает партия «Пропозиция» более 28%. Владимир Зеленский в конце вчерашнего дня высказался на тему местных выборов. Он сказал, что в отличие от некоторых наших соседей, у нас есть действительно большая роскошь. Это свободные выборы. Также президент отметил, что намерен жестко следить за новоизбранными местными властями в стране, от которых зависит качество жизни и с чем граждане Украины сталкиваются ежедневно. Мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни напрямую намного больше, чем президент. Порядок и чистота на улицах, состояние коммунальной сферы, работа общественного транспорта, поддержка местных общественных проектов – все это и многое другое не в полномочиях президента. Это то, что могут и должны делать мэры и депутаты местных советов. За последние годы, благодаря децентрализации, местные власти получили в разы больше бюджетных возможностей, чтобы работать для людей. Но работают ли они на тебя, будут ли они работать в новых реалиях, задает вопрос украинцам президент. Зеленский также заявил, что будет жестко следить за новоизбранной местной властью и подчеркнул, что президент – это стратегия, это направление, это образ страны, это общие правила, а также общегосударственное развитие. Стоит сказать, что явка украинцев была крайне низкой, практически 37%. Это 10,5 миллионов человек. Что говорит не столько о боязни подцепить коронавирус во время голосования, как о недоверии к власти. Также люди все меньше верят в то, что в стране возможно что-то изменить и реально влиять на власть, даже ее избирая. Будут ли услуг народа работать над ошибками после этих местных выборов, нам предстоит с вами еще увидеть. На этом пока что все. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, комментируйте. Для нас это очень важно.